Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». Ведуя сегодня я, Гульнара Сиддикова, и мой собеседник сегодня, начальник Иноульского межрайонного отдела профилактической работы и надзорной деятельности Руслан Хамадуллин. Здравствуйте! Расскажите о ситуации в районе. На сегодняшний день на территории Иноульского района и города Иноул произошло 81 пожар. К сожалению, в огне погибли 2 человека. Различные степени тяжести получили травмы 2 человека. На сегодняшний день с наступлением пожароопасного осенне-зимнего периода количество пожаров резко увеличилось. Основными причинами пожаров на сегодняшний день в данный период являются Это неисправность отопительной печи, неисправность дымохода печи, отсутствие предтопочных листов перед печью, в результате чего может произойти разлет искр на горючей конструкции пола и произойти возгорание дальнейшее. Следующая причина основная – это неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных электроприборов, где зачастую граждане в своих домах начинают обогреваться электроотопительными приборами, при этом нагружая электрическую сеть множественно электроприборов. То есть в одну розетку включают все электроотопительные приборы. Следующая основная причина – это неосторожное обращение с огнем. То есть неосторожное обращение при курении, неосторожное обращение с огнем на улице, сжигание мусора, детская шалость также присутствует на сегодняшний день. Во избежание пожаров, пожароопасный период и с наступлением низких температур всем гражданам необходимо, конечно, заблаговременно провести ревизию своих отопительных печей, своих газовых устройств. Конечно, по газовому хозяйству необходимо периодически проводить осмотры, приглашать специалистов и соблюдать меры безопасности. Еще раз напомню, что заносить в дом, в квартиры газовые баллоны категорически запрещается. Также необходимо уделить большое внимание состоянию электрических сетей, потому что после наступления резких температур окружающей среды и после летнего периода электропровода приходят в негодность. Происходит их ослабление контактов, стертость, неисправность, где-то обрыв. И уже с наступлением именно холодов при большой нагрузке начинается нагревание проводов, возгорание изоляции. А гражданин этого не видит, и пожары происходят особенно в ночное время суток. Самая большая проблема в пожарах – это то, что позднее обнаружение. И во избежание именно позднего обнаружения пожаров на сегодняшний день, еще раз напомню, что есть эффективное средство для обнаружения пожара на начальной стадии – это автономный дымовой пожарный извещатель, который эффективность свою доказал и доказывает ежедневно, как на территории Российской Федерации, Республики Башкортостан. Именно на начальной стадии он оповещает о пожаре. Свою эффективность работы по оповещению населения при пожаре в ее начальной стадии недавно доказал случай. В Республике Башкортостан, в одном из ближайших районов от нас, произошел пожар в жилом доме. Благодаря сработке пожарного извещателя удалось спасти жилой дом, молодую маму с ее ребенком. В результате раннего обнаружения пожара, в результате сработки данного пожарного извещателя, было вовремя ликвидировано загорание возле печи. В результате пожара обгорел пол на площади 0,5 квадратных метров. Ежегодная практика пожаров с наступлением осеннего, зимнего пожароопасного периода, а также с наступлением низких температур, резко увеличивается количество пожаров. Именно, еще раз повторюсь, неисправности электросети, неисправности отопительных печей. Проводя работу у себя дома и в надворных постройках по приведению в пожаробезопасное состояние отопительных печей, электросетей, мы с вами не должны забывать про наших детей. Мы должны не оставлять их одних без присмотра, мы не должны забывать про них, а должны говорить, проводить работу, беседу, профилактическую работу с детьми по опасности пожаров, о действии при пожаре, о том, что огонь не только друг, но и враг человека, а также, конечно, необходимо прятать опасные предметы от детей. Но ребенок должен знать, что пожар и чем он опасен. И первое, как эвакуироваться и как позвать на помощь в случае возникновения пожара. Единый телефон службы спасения 01 и 101. По предупреждению пожаров и гибели детей на сегодняшний день проводится большая определенная работа со стороны Государственного пожарного надзора, работниками пожарной части, управлением образования, администрацией района, сельскими поселениями в виде профилактических рейдов на дому, дистанционного обучения как преподавательского состава, так и школьников, детей в рамках именно вот дистанционного обучения. Данная работа проводится регулярно и на постоянной основе, где также уделяется внимание и разъясняется родителям и детям именно первое, как эвакуироваться в случае пожара. Что при обнаружении пожара каждый гражданин и каждый ребенок должен знать, что при возникновении пожара он должен сразу же покинуть опасное место, а уже потом при возможности сообщить в пожарную охрану по телефону 01-101. Если же это невозможно сделать, то нужно любыми методами сообщить окружающим соседям, что произошел пожар и нужна помощь. А в целом ситуация по коронавирусу в стране, у нас в республике, районе повлияла на деятельность вашей организации, либо возможно меньше, больше стало пожаров из-за того, что люди находятся дома? В период пандемии проводится большая определенная работа по предупреждению пожаров. Ни на секунду не останавливается работа пожарного надзора. Еще раз повторю, что профилактических групп данная работа проводится, но проводится в рамках предупреждения нераспространения коронавирусной инфекции. То есть дистанционно, онлайн, путем раздачи памяток, то есть без контакта с населением. Конечно, в период пандемии непосредственно достучаться до каждого гражданина представляется тяжелым, но проводится определенная дистанционная работа. Хотелось бы еще раз напомнить, что для избежания пожаров, конечно, необходимо, чтобы в жилых домах как можно больше у граждан были пожарные извещатели дымовые, которые еще раз скажу, что они помогают обнаружить пожар на начальной стадии. В зависимости от каждого человека в состоянии сна человек по-разному реагирует на дым, а пожарный извещатель придет на помощь. Также необходимо, конечно, чтобы у каждого под рукой был пожарный огнетушитель. Порошковый, который универсальный для всех случаев пожара, который даст вам возможность, опять же скажу, на начальной стадии ликвидировать пожар. Потому что вся проблема произошедших пожаров это позднее обнаружение и отсутствие средств пожаротушения. Но еще раз напомню, не оставлять детей, а дних без присмотра. 17 октября на пульт дежурной диспетчерской службы города Янаул поступило сообщение о том, что по улице Некрасова, дом 1, горит квартира. На место вызова сразу же были направлены пожарные подразделения. По месту приезда было обнаружено, что огнем охвачена квартира на втором этаже и есть угроза распространению пожара на вышестоящие этажи. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, жертв пострадавших нет, причина пожара устанавливается. В результате пожара огнем значительно повреждена данная квартира. По приезду пожарных подразделений было обнаружено, что есть угроза распространения пожара и создалась угроза жизни жителей данного подъезда. Пожарными подразделениями незамедлительно были приняты меры по эвакуации населения с вышестоящих этажей, соседних этажей. В результате эвакуации населения 26 человек были эвакуированы по лестничным площадкам, маршам и наружным пожарным лестницам. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал начальник Иннаульского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадумин. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Спой, птичка. Спой. Спой. А почему в сказках всего по три? Три богатаря. Три поросенка. Три желания. Потому что три – счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросенок. Покаты. Чисел много. И какое счастливое решать вам. А я слышал. Счастливое число семь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. У-ху-ху. Хе-ха-ха. У-хе-хе. О-хо-хо. Чего в глазках-то? А-хе-хе-хе-хе. А-хе-хе.